Это событие станет для вас чудом, и оно подвергнет сомнению все законы физики, которые были у вас в голове. Потому что если маркер летает, значит что? Значит теперь все возможно. Это ответ на вопрос, почему у подростков и детей проще получается что? Результат. Почему? Потому что у них чего нет? Опыта. У них нет стереотипов, они не знают, что невозможно. А вы взрослые люди, у которых, как вы любите говорить, 10 лет опыта в бизнесе, 20 лет опыта нерезультативного в бизнесе. Ваш опыт держит вас мертвой хваткой просто, и прошлое определяет будущее. Но это можно разрушить, если вы увидите чудо. Знаете, как она начинает меняться? Что вам на самом деле нужно? Я отвечу. Эта модель принадлежит Тони Робинсу. Знаете Тони Робинс? Да. Это великий мастер. Я сразу говорю, что нам с вами жутко повезло оказаться в одно время с этим как бы человеком. Это человек уровня Бетховена, Моцарта, Менделеева. То есть это величайший мыслитель, величайший лидер. Это как бы просто охренеть. Если вы думаете, что он может там прыгать и завывать типа «Эй!» Ну, проблема в вас. Я тоже наклеил такой рулык на него. Много лет я думал, ну это типа попсовые прыгалки, поэтому они объединяют примерно 12 тысяч человек за один тренинг и 100 тысяч человек в Пекине. Поэтому 4 тысяч человек платят по 6 тысяч баксов за тренинг. Тупо прыгать людям хочется, правильно? Делать нихер там, мотивейшн. Потом я оказался на его тренинге и понял, насколько я был мудаком вообще. 6 лет я для себя закрыл это явление из-за своей гордыни, своего долбанного скепсиса. И я закрыл для себя внутренние изменения. Понятно? Из-за этого я ходил по кругу. Вот что такое закрытость. Так вот, у него есть очень интересная модель. В центре, говорит, наша идентичность или айди. Айди – это то, как мы себя чувствуем. Собственно, айди ваш очень легко определить. Вот то, как вы себя сейчас чувствуете. Честно, это правдивое ощущение себя. Правдивое. Может быть, айди – голодранец. Ну, такое. Разные бывают айди. Айди – это не фраза. Айди – это ощущение себя. Это самоидентификация. Ядро, как бы, личности. Следующая штука у него – это так называемое убеждение. Убеждение – это описательные характеристики мира. Он говорит, ну вот, бывает глобальное убеждение. Типа, люди такие или женщины такие. Понятно, да? Или мужики такие. Это глобальное убеждение. Бывают локальные убеждения. Например, в моей теме Яндекс.Директ работает или не работает. Или это сейчас бесполезно. Или, понятно, да? Это убеждение. Это мысленные конструкции, которые объясняют нам происходящее вовне и внутри. Вообще, мир, который нам объясняют. Это уровень убеждений. Я долгое время не понимал, что за хрень такие убеждения. Что-то были невидимые и непонятные. Но суть заключается в следующем, что вы не можете жить в противоречии со своими убеждениями. Иными словами, это как стенки в коридоре. Они определяют маршрут вашего движения. Если у вас убеждение, например, что интернет в вашей теме не принесет вам клиентов, он вам точно не принесет клиентов. Понятно? То есть вы не можете просто-напросто взять и пойти за рамки своего убеждения, если только вы не делаете это специально, тестируя свои убеждения на прочность. То есть все, что вам сейчас кажется реальным, даже об этом мероприятии, обо мне, о бизнес-молодости, о вас, о бизнесе, а это все может быть описано вашими убеждениями. И вам кажется, что это мир такой, а на самом деле просто такие ваши убеждения. И чем больше вы будете общаться с разными людьми, почему здесь результаты мощные возникают. Потому что здесь может президент какой-нибудь компании, профессор, доктор, патологоанатом и танцор, студент, девочка, мать троих детей там и какой-нибудь аксакал встретиться вместе в одной десятке и поделиться своей картиной мира. И они обнаружат, что они вообще разные люди, вообще в разных мирах. И на взаимодействие этого разного возникает понимание. Бляха-моха, насколько разные люди вообще? Ну, как можно по-разному? Убеждения дают следующий уровень. Они дают уровень способностей. Что такое способность? Ну, например, это способность назначить встречу. Это способность. Навык, способность. Способность получить предоплату. Способность убедить работать с вами. Способность настроить рекламу и входящие звонки. Способность создать сайт. Понятно, да? Способности создают что? Действия. То есть это то, как вы эти способности актуализируете. Это любые импульсы, которые вы посылаете во внешнюю среду. Вообще действия. Что такое действие? Это ваше активное взаимодействие с внешней средой, чтобы получить другой результат. Вот что такое? Понятно, нет? Звонок, просьба, фотка, видос вы кому-то отослали там или поехали встретились с кем-то. Что-то купили, что-то заплатили. Это все попытки как бы пульнуть что-то, как дельфины, чтобы оно вернулось в виде результата. Понятно, да? То есть результат – это отражение наших действий. С помощью действий люди и изменяют законы материи. Ваша айди создает убеждение. Убеждения создают способности. Способности определяют диапазон ваших действий. Действия создают ваше поведение. Поведение – это совокупность действий. То есть это вся ткань дня, если мы проходили эту тему с вами. Ну то есть есть действия – запустить сайт. А если то, что вы делаете с утра до ночи, до вечера, то есть вся ткань, то, что вы там… То, как вы ведете себя все время, вот это называется поведение. Так вот, само действие – это капля в море. Результат определяется вашим поведением вообще. Ну все, всей тканью происходящего, а не только одного отдельно взятого действия. Поэтому люди думают, что типа я вот сделал что-то и все должно измениться. Хрен вам. Слишком мало этого. Как действует поведение? Поведение действует так. Ну, например, смотрите. Вы объединились сейчас там в пятерке, в десятке, правильно? И стопудово в десятке в какой-нибудь был какой-нибудь скептик-гад. Он взял и обесценил всю историю. Говорит, да ладно, это все за шляпу, потому что… Или кто-то предпочел помолчать. Или кто-то уколол кого-то или оскорбил в разговоре. Или кто-то хвастался и себя выпячивал. Понимаете, да? Это было его поведение. Как вы думаете, это поведение влияет на его результат? Да, только для него невидимым образом. Люди же не стали ему говорить, ты хвастаешься и поэтому мы себя чувствуем с тобой некомфортно. И поэтому я сейчас буду снижать уровень восприятия того, что ты говоришь и вообще всячески тебя избегать. Но суть в том, что поведение предполагает реакцию других людей, но это реакция невидима. В этом смысле, да, часто бывает такое, что люди говорят, ну почему же меня люди избегают? Ну, Боже мой, почему же в последний момент все как-то не склеивается? Почему есть возможность, но она не превращается в результат? Почему? Что за хрень происходит вообще? А происходит примерно следующее, невидимые реакции других людей по отношению к вам. В результате вашего поведения, которое продиктовано вашими действиями, строится из кирпичиков действий. А поведение это фон неосознанных действий, то есть когда вы себя не контролируете, когда вы просто ляпаете спонтанно. А действия это результат ваших способностей и способностей, это результат убеждения, убеждения это вытекает из айди. Тони Робинсу хлопайте. А есть еще одна вещь. Сейчас кульминация. Кульминация. Она называется подтверждением. А вот это уже интересно. То тоже было интересно, но подтверждение это очень интересно. Что такое подтверждение? Подтверждение это когда я машину купил, понимаете? Подтверждение это когда мне заказы пришли. Подтверждение это когда мне предоплата. Да, это результат. То есть подтверждение. Подтверждение это наблюдение ситуации, происходящего в реальном мире, которое как бы цементирует всю ниже стоящую конструкцию. я говорю купленная машина это подтверждение потому что нельзя спутать купил ты или нет вот что я говорю понимаете вот что такое подтверждение сотрудник который принес вам выручку это подтверждение любое изменение в материи в материи это значит во внешнем мире вот вот что такое подтверждение вот когда у вас живот был эту всосался вот это подтверждение понятно значит что-то вы поняли о животе или наоборот и это все цементируется с течением времени это становится крепче 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 и это как эффект яйца или курицы ваше подтверждение вы живете в говеной квартире какой они как бы вам говорят о ваших ну там он там 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 или например вас никто не воспринимает серьезно в вас все посылают посылает посылают вот такие подтверждения они рождают соответствующие поведение который только это провоцирует действие способности и убеждения и так далее самое хреновое когда здесь стоит знак минус минус это значит anti anti айди это вот ныть и как раз это вот то есть негативный фон негативный спектр такой негативная самоидентификация когда вы думаете что вы слабый когда вы думаете что вы плохой когда вы думаете что вы урод там тупой а тогда у вас тут же что если вы чувствуете себя таким неудачником что тогда возникает анти убеждения со знаком минус вы думаете что вы тупой значит вы не способны значит это не вашего ума значит вы думаете что вам это вы этого не достойны анти убеждения что рождают антиспособности антиспособности это способность развалить сделку способность отвернуть от себя человека это способность поссориться с кем-то это способность просрать весь бюджет это способность сделать неэффективный сайт понятно да что такое антиспособность это что же способность просто разрушить что-то антиспособности рождают анти действия действия которые приводят к негативным результатом то есть негативным это значит те результаты которые вас не устраивают тоже результаты понятно да ну например вас уволили вот результат или вы обанкротились и тоже результат который явился следствием анти способностей у вас была способность довести до банкротства анти способности были следствием убеждений что это делать бесполезно это надо так не надо мир так устроен партнеры такие сякие вот так вот на рынке все обстоит и так далее анти убеждения являлись следствием анти айди что делать теперь с этим первое надо понять, что у вас реальность не меняется спонтанно и легко, потому что она является многослойной штукой. Не, верни, верни, Вань. Второе, что можно понять, на каком уровне здесь можно действовать, чтобы что-то поменялось. Если вы, например, будете работать на уровне убеждений, у кого-то сегодня сменились убеждения, то есть вы думали так, теперь стали думать иначе. Были такие ситуации, когда вы думали, ух ты, вот оно что. Как вы думаете, смена убеждений повлечет за собой другие последствия, другие действия или попытки других действий? Да, нет? Да. Не факт, что этого будет достаточно просто. Можно меняться на уровне способностей, то есть на уровне способностей это что значит делать? Учиться, правильно? Обрести продуктовые навыки какие-нибудь, научиться шить, стругать, пилить, программировать, дизайнить, петь, научиться продажам, либо мягкие навыки прокачивать, коммуникации и так далее, либо твердые навыки, там Excel, финмоделирование и так далее, программирование. Скажите, как только вы приобретаете навык, что-то у вас меняется на всех других уровнях? Например, вы охрененный верстальщик или программист. Сто пудово, ваш час стоит больше, у вас открывается больше возможностей, понятно, да? Поэтому некоторые думают, что мне делать, что мне делать, я не понимаю, что делать. Ну а как тебе идея чему-нибудь научиться? Приобрести навык, который монетизируем. Мой дед меня этому научил, он говорит, я, говорит, прошел войну, он прошел войну, он был в Краснокутск, это село такое, под Харьковом было, там была линия фронта, все бомбили друг друга постоянно. И он сказал, я усвоил одно, он меня этому научил. Он говорит, что бы ни происходило, какая бы, сейчас все развалится опять, развалится там Советский Союз, развалится все. Я, говорит, всегда найду себе еду, почему? То, что я умею чинить сапоги, потому что я умею паять, потому что я умею пилить, потому что я умею делать что-то руками, я умею чинить предметы, я умею шить, я умею, понятно, да? И он меня этому научил. Я тоже умею паять, я тоже умею пилить и шить, кстати. Я умею даже вязать. Почему? Потому что эти навыки я, как улитка, ношу с собой. У меня могут все отнять, все разрушить, но они не отнимут вот это. Можно действовать на уровне действий, извините за каламбур, то есть можно вот здесь? Да. И собственно, что такое цех, что такое БМ? Это работа вот на этом уровне, на этом, на этом и на уровне действий. Это планы кинжала, о которых вам говорил Петь. То есть мы делаем такой контекст, который формулирует для вас то действие, которое вам не очевидно. Вы заходите в действиях, это как прыжок вееры такой. Даже вам кажется, что стена вам говорит, иди вперед, иди. Там стена, иди вперед. Вы идете вперед, там нет стены. Что возникает, когда вы сталкиваетесь с неожиданностью, делая то действие, в которое вы не верили, но вдруг получаете результат, которого вы не ожидали? Все перестраивается. Все другие слои каскадом, они как перестраиваются. Если мы не пытаемся изо всех сил давить на все, чтобы выйти на новый уровень, нам нужно подтверждение. То есть локальная ситуация, которая станет для нас показательным прецедентом. Первый ваш заказ. Мы тут все говорим о лидогенерации. У кого больше десяти заявок в день? Смотрите, сколько рук. Смотрите. Но вам, тем, кто не подняли руки, все равно на них. Потому что в вашем мире этого невозможно. Если у вас этого нет. Поэтому вам нужно подтверждение. Вам по сути нужна одна первая заявка, которая упадет к вам на почту, и там будет написано Сергей 8 916. Вы такие, да ладно? Серьезно? Звоните Сергею, и там он, алло, да. Вы оставляли заявку? Да. Вы хотите его спросить? Серьезно? Ты оставил заявку? И как только к вам придет заявка, что произойдет с вашим миром? Он пересмотрится. Хуан Карлос Кастанеда знаете такого? Написал. Сложно сказать, кто там, что писал. Это вообще история такая. Что там на самом деле было, да? Но там была такая цитата. Чтобы стать магом, ты должен разрушить мир. А чтобы мир разрушился, ты должен, что? Увидеть чудо. А что такое чудо? И что это значит разрушить мир? Мне как-то не понравилась эта фраза. Мне нравится мир, нахрен его разрушать. Потом я понял, что это такое. Ну, это была одна из моих интерпретаций. Разрушить мир, это значит разрушить свое восприятие реальности. Когда вы понимаете, что то, во что вы верили и то, как вы видели мир все это время, это было не так ошибочно. Поэтому оно рушится и возникает пространство для нового теперь. Очень сложно это сделать. Почва уходит из-под ног. А чтобы мир разрушился. Скажите, если я сейчас отпущу маркер и он продолжит лететь, что будет? Что будет? Прикиньте, я отпускаю, а он продолжает в воздухе висеть. Что тогда с вами будет? Да вы просто охренеете, нереально просто. Вы думаете, да ладно! Почему? Потому что это событие станет для вас чудом. И оно подвергнет сомнению все законы физики, которые были у вас в голове. Потому что если маркер летает, значит что? Значит теперь все возможно. Я уже сказал, кто такие предприниматели. Предприниматели это волшебники современного мира. Они меняют материю и пространство. И поэтому чудом для вас является чудо социальное. Когда в вашей жизни происходит то, во что вы не верили и что вы никогда не могли предположить. Пришедший заказ, склеившаяся сделка, пришедший из ниоткуда какой-нибудь вип-клиент или звездный клиент. Поверьте, это достаточное чудо для многих, кто даже не мог этого представить. Поэтому то, что нам нужно сделать, чтобы выходить на следующий уровень, это быть достаточно осознанным, чтобы сшагать в неизвестность, чтобы рождать такие чудеса, которые бы ставили под вопрос все ваше понимание. И поверьте, в этом пространстве этих чудес происходит более чем достаточно. Когда вы видите, как маленький мальчик зарабатывает деньги, когда вы видите, как у нас на цехе там был парень, я не знаю, кто на цехе учился у нас. Ну вот 24-25, ну вот это последний цех, да? Помните, чувак, завод, который там продал за 750 тысяч? Да. Сколько он, он не здесь, ты не здесь, нет? Не, он не здесь. Ну помните его, сколько он зарабатывал до этого? 100 тысяч. 100-200 тысяч. Сколько? 100-200 тысяч. 100 там. 100-150. И потом, прикиньте, что он делает? Он идет в неизвестность, будучи достаточно внимательным и продает не продукцию, продает завод прям. Будучи посредником сделки, ему прилетает сколько? 600 тысяч. 700? 700 тысяч. 750 или сколько-то? Вы прикиньте, что с ним произошло с его психикой? Охренеть. Жил он, жил себе спокойно. Потому что, когда с вами происходит то, что вы не предполагали, что вы не ожидали, в этот момент все каскадом пересматривается, и вы теперь открыты ко всему. Это ответ на вопрос, почему у подростков и детей в наших стенах проще получается, что? Результат. Результат. Почему? Потому что у них чего нет? Опыта. У них нет стереотипов, они не знают, что невозможно. А вы, взрослые люди, у которых, как вы любите говорить, 10 лет опыта в бизнесе, 20 лет опыта нерезультативного в бизнесе. Ваш опыт держит вас мертвой хваткой просто. И прошлое определяет будущее. Но это можно разрушить, если вы увидите чудо. Парам-парам-пам. Пссс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok